Дмитрий, у хорошего результата всегда несколько составляющих. Это опытный фотограф, красивая модель и освещение. Свет нам предоставила компания Риком. И куда мы будем двигать приборы? Ну, мы сейчас будем делать фотографию с использованием отраженных поверхностей. То есть стекло у нас будет, да? На стекло мы будем лить воду, чтобы это... Из ведра? Не из ведра, а из поливизатора специально. Вот. Чтобы по стеклу как будет течь вода, будет некая текстура. За этим стеклом у нас будет находиться наша модель. Замечательная. Регина. Так, Регина, да. Прошу за стекло. Или пока рано? На самом деле нет. Наверное, рано. Потому что сейчас сначала свет выставим, а потом уже как бы... А вы обычно, я слышала, в студии, выставляете по манекену свет? По манекену, либо по ассистенту, либо еще по кому-то. То есть это... Чтобы им очень бедную и несчастную модель. Да, чтобы у нее еще будет очень много работы. Так что, Регина, ты пока можешь где-нибудь посидеть. Вот, да. А мы здесь начнем. Я думаю, что свет у нас будет боковой. Вот, мы берем вот этот вот софт. Давай мы тебе, знаешь, как сделаем? Мы будем экспериментировать на тебе. Вставай туда за стекло, будем свет ставить на тебя. Нормально так? Вот. Вот так можешь достать. Немножечко боковой свет. Это у нас софтбокс без белого фильтра, что немножко направленный, не давал лишний блик. Вот так вот. Пока у нас будет один прибор. Нет, у нас будет не один прибор, у нас будет приборов два. То есть рабочих два. Чтобы капли подсветить, нам нужен еще один специальный прибор с сотами, который будет подсвечивать с этой стороны капли. Но чтобы у нас не падал свет от этого прибора на модель, потому что я хочу сделать фотографию с одним основным источником, мы закроем модель, ну, допустим, вот этим прибором, просто вот этим софтом, чтобы он у нас будет работать как рефлектор одновременно, но мы его не будем использовать как активный. А рефлектор-отражатель. Да. Просто как рефлектор будет все. Вот так вот мы сделаем. Теперь ты у нас... Страшно. У нас основной источник вот этот, он тебя замечательно освещает. А этот подбивает как бы тени. Чтобы не было тени. Да, подбивает тени. Вот, ну, в общем-то... Вообще со стеклом же сложно работать. Оно же дает какое-то отражение или нет? В том-то и дело, что надо ставить так свет, чтобы у нас от стекла ничего не отражалось. В этом случае у нас будет результат замечательный. А тут не отражается? Надо учитывать. Точно? Точно здесь не отражается? Как вы определили? Я вижу. Мне просто с этой стороны не видно. У меня есть глаза. С твоей стороны нет, не видно. Так, сейчас я сделаю пару кадров, чтобы было видно, что у нас получается. Партнер рубрики Recom Professional Lighting Я буду фотографировать, наконец-таки. Да, тебя сейчас начну сфотографировать. Вот так вот. Чик-чик. Ну, все, да. Все? У нас тут все случилось. Единственное, что нам теперь надо посмотреть, как у нас... Мы этот височек пока выключим и посмотрим, как у нас падает цвет от этого софта. Так. Чуть-чуть побольше добавим его. А вот это что за прибор? Это вот как раз он у нас будет подсвечивать боковым образом капельки. А что на нем одето? Вот какая-то сеточка? Это сота. Эта насадка называется сота. Вот. Для того, чтобы луч света не распространялся по всей студии, а именно пучком направленным шло туда, куда мы его направляем. Так, Таня, смотри. Пшикать очень чуть-чуть. Нежно-нежно прям. Пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик. Потихонечку. То есть не заливая стекло целиком. Так, ну что, мы можем на самом деле звать уже нашу модель. Так. Сейчас. Подожди, у нас тут теперь... Лестница будет отражаться, не будет отражаться, не будет. Ну-ка встань пока там. А зачем вам такой большой объектив? Это чтобы лучше тебя видеть. Понятно. Ну, он небольшой, он такой, какой есть. Это портретный объектив. Ну, не портретный, то есть ему хорошо снимать портреты. А настройки какие стоят при таком свете? Все настройки, как бы, от освещения зависят. Но я делал двадцатку диафрагму, чтобы у нас было уровень резкости и на стекле, и на модели. То есть глубина резкости достаточно. То есть, чтобы модель не потерялась за каплями? Да. Да. То есть она будет резко. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин